привет друзья как дела я чуток простыл но это уже на поправку пошел завтра еще раз ухо горло нос про мою и я думаю буду здоров вот поэтому не слегка буду гундосить добрый добрый как дела черный тмин кстати а его как пить то черный тмин подождите у меня же есть черный тмин сказали тогда он от смерти спасает вот у меня черный тмин из египта я кажется привез даже его или откуда не помню когда ну-ка я уже блин там брызгаю здесь пью вода арабский money 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 а это дубайский это не сделаю этот был отсюда короче откуда туда из арабики вот его пить он еще не но я не знаю меня что-то я масло очень не люблю но я не знаю а с медом смешивать смешаю у меня есть вот energy люкс global тренд компания это да и муки говорят и вот это тоже это он сто процентов нейчерал вчера был эфир кто видел этот с участницей программы вот моя игра где где мы там виртуально сталкивались но смысле в том плане что мы участвовали в одном проекте с эмирой и не друг друга не знали и и вот виртуально мы с ней познакомились вчера только и она взяла эфир у меня вот поэтому кому интересно можете к ней на страничку провалиться и если получится у меня скачать я конечно это выложу в youtube тоже и себе на страницу на там эфир получился почти два часа и вот и сейчас я приехал с мастер-класса вообще ну к евгению ходил и столько коуч евгений ким в фейсбуке можете потом посмотреть вот и вот я этот думал что он будет выступать а он как бы другого спикера ну там то есть там были еще два но он не выступал почему-то выступала только одна женщина вот и мы хорошо провели время я посмотрел на людей на каворкинг вот этот вот айпу как это пойнт там какой-то на этот на байзаково 280 где этот где в башнях да вот и очень хорошее пространство мне понравилось такое много туда вложили конечно денежных средств и подошли креативно но даже такие креативные вещи запорит один неумелый сервис да то есть и самый такой неумелый сервис где-то туалет всего либо уже вечер было и уже все ушли вот это сушилка не работает только для рук бумаги нету до в руки вытирать то есть но и мне кажется тот за туалетами надо очень хорошо следить потому что по это по туалетам видно качество пространство да то есть насколько чем чище туалет и чем тем лучше пространство мне так кажется почему потому что это ну это бережное отношение если они к этому хорошо относится значит и ко всему тоже хорошо относятся вот и кстати так рестораны проверяю если туалет хороший я там буду есть если туалет как бы этот я но мне неприятно я не хожу в заведение где грязные сортиры то есть можно быть может быть инвентарь очень простой но должно быть чисто мое такое понимание вот поэтому вот так но это из такого потом что мне в каворкинг еще понравилось сам сама атмосфера очень интересный такой вайп там кто там еще не был но зайдите просто посмотрите это ногу можно вот и мне понравилось сколько молодых людей там молодежи ходит капец кому как молодежи 30 лет 25 лет там да ребята вот и все что-то в компьютере там тарабанят чего не делать не понимая и все работают там что такими серьезными лицами и давно и не был таких пространствах вот чего опущение кишечника идите на висцеральный массаж сначала вот видно висцеральный массаж и но найдите своего кинезиолога то есть поищите он скорее всего есть но вы для того чтобы найти специалиста своего вы должны будете попробовать многих то то есть не надо сразу там этот недавно я остановилась в гостинице где было все в душу уже ну классно да вот такие места не крутые и там видно там тоже есть душа но вот но вот видимо можешь просто человек заболел если там постоянно нету ну вот это если там уже больше двух недель не работает вот эта сушилка для рук то это уже все уже то есть люди оторваны уже от своего бизнеса это очень плохо приведите что думаете про рапе что такое рапе я понятия не имею что это такое поэтому думать ничего не могу про это 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 тоже психолог психолог компания с этим пришел к шаманская сакральная церемония народов латинской америки ну и ну надо же так и писатель рапе блин вот вот человеческий фактор да и вот один человек может просто не выйти на работу или у него нету настроения или у человека может быть когда горе случилось сегодня и именно сегодня то туалет в таком ужасном состоянии и ты будешь думать про все заведение что навсегда такое поэтому это дно надо быть аккуратнее чего классно получилось молодец вот рапе вот эти все шаманские штуки они конечно прикольные но потом приходите на чистку когда сходите я не знаю чё дороже вот эта процедура рапе или чистка у меня но в любом случае мне кажется но с шаманами нужно аккуратнее быть я и но очень видите шаманизм он идет через духов это немножко низкие вибрации и там и цены другие и и а его кури вот поэтому нет я и айвазку не пробовал не то что там этот всякие штуки я вообще не люблю когда в меня что-то пихают на то есть мне надо эмпирически понять то есть не надо что при мне принял 100 человек и не сдохла чтобы помогло я потом может попробую а так нет друзья так чё там эфир у нас кто-нибудь хочет в эфир выйти со мной или тему какую-нибудь хотите что-нибудь спросите любите вот эти панкишки калфа калфани вкусные капец они очень интересный вкус не сильно сладкие и такие прикольные я была конфеты кто съел хотите сейчас шух я я я хочу про кредиты это но все все мне кажется с кредитами все понятно ну то есть кредиты такая тема что ты сегодня продаешь свои будущие доходы до вот и и деньги ну вот деньги не решают твои проблемы никогда в том плане что почему плохо залазить в долги в кредиты потому что человек который попал в определенные ситуации финансовые он может их решить на собственном уровне но когда к тебе кто-то помогает деньгами когда тебе кто-то дает тебе в долг ты берешь кредит ты попадаешь в решение проблем не своего уровня понимания понимаешь то есть ты долги вот ты смотри ты проблему поймал вот на этом уровне а залез в долг вот на такой уровень да и с этого уровня ты эту проблему не решишь здесь нужно или уровень сознания поднять да и перестать брать долги и отдавать или потихоньку решать свои проблемы уровень на том уровне понимания на котором ты находишься это как с тем попом говорит вы либо крестик снимите либо штаны оденьте да то есть ну это вот так о о видно пропасть видно да 3d рисунок дочка сделала это уже какой раз не знаю но прикольно во всяком случае что молодец вот поэтому я не очень приветствую кредиты во всяком случае у нас потому что единственный кредит который я приветствую это 7 20 25 это бесплатные деньги то есть государство тебе еще платит за то что ты взял кредит это 7 20 25 не понимаю как дойти потому что ты просто могу больше не понимаю как это просто ты либо упахалась и не хочешь напрягаться на тот уровень дохода который у тебя который ты хочешь и желаешь либо ты просто до того уровня мышления еще не допрыгнула вот и все если ты не допрыгнула мышлением нужно раскачивать психику тогда то есть нужно психику порвать это вот эти триггерные вещи это нужно ну это надо реально прийти на сессию и но мы тебя разберем и тогда короче ну можно я тебе скажу что делает но я сразу предупреждаю это дорого не то что дорого мне заплатить не мне тоже но надо заплатить да но само задание триггерная вещь в сама по себе для тебя будет дорого но ментально полимпианица спортсмен у нее сильный мандраж перед сопротивлением никак надо проораться и выйти уже все вообще у спортсменов вот это выступление бой происходит до то есть наверное за за два дня за двое суток и газа за сутки до соревнования спортсмен уже знает он выиграет или проиграет то есть это внутренняя схватка она происходит но где-то на сутки раньше чем в сам бой само выступление это только опыт нужно больше подняли внутрянку хотим добить говорю взять мужа кредит чтобы добить дом вот боимся если честно если вы не вытягивайте кредит лучше не берите потому что если вы будете кредит я не знаю какую сумму вы хотите но образом вы хотите там там 10 миллионов взять на ремонт да сколько квадратов дом допустим там 10 миллионов вам надо на ремонт и и вы возьмете кредит через пять лет вы отдадите 20 миллионов примерно да там 17 там 20 миллионов может лучше на эти там лишние 7 8 миллионов мебель купить и хорошую нет то есть потом видите сам по себе ремонт он тоже такое себе знаете вот женским умом кажется когда вы строите дом что стены подняли это основные расходы да споднять стены это недорого дорого сделать внутрянку то есть внутрянка дороже чем ну вот вот это может может оказаться вам с мебелью это точно дороже чем поднять стены с крыши точно и поэтому но может у вас понимания такого нету а мужа есть и поэтому вам говорит но притормози потихоньку сделаю где-то сам где-то что-то этот это тоже ход да то есть ужаться в начале и потом расшириться ну тоже нормально так бывает это нужно но сессию для того чтобы было понимание ну что происходит да а то я вам честно советую побежите вслепую попал привет с кредитами очень аккуратнее я единица беру от 7 20 25 идеальный кредит это минусовой то есть тебе государство компенсирует но тебе даже платит за то что у мамы идет жене в грудной области это вот 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 у деда киль вот это на это скорее всего перекос энергетики это так и либо ну и болит душа это нужно может быть чисто психосоматика возьми и нужно будет просто с ней работать и мало того про дом да в муж вам уже тысячу раз объяснял он 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 же уже говорил дура ты не понимаешь не надо брать кредит на просто знаете когда вы семья и жена заставляет мужа взять кредит это такое знаете отдавать то все равно мужику как бы да и поэтому он будет сопротивляться конечно и если его как бы он же считает мужчины 7 мы считаем хорошо и на пинопередно просчитываем какие-то ситуации то он будет сопротивляться если он скажет да давай значит он может и осилит понимаете но если он не может и не осилит лучше ему не надо жопу рвать неврология лицевого нерва у мамы не знаем как лечиться во первых лицевой нерв это у людей очень агрессивных и зажатых это люди которые претензионные это люди с завышенным эгом это люди не взрослые в том плане что у них детские паттерны да то есть им почему-то все должны им кажется и большая высокая подавленной подавленный гнев если у меня был период когда ко мне приходили я вот ну как бы это выправлял особенно если только замкнула и сразу прийти потому что я работал с людьми у которой замкнула и я с ними работаю не проходит бывали случаи достаточно часто когда проходила да но во первых это нужно минимум пять-десять сеансов это рассчитывайте во вторых это нужно чтобы если она сотрудничала в третьих это ей будет жутко больно это очень болезненная процедура от которой у нее просто она офигеет когда вы скажете сумму которую вы заплатите да она из-за этого терпит боль она тем более пошлет всех в пешеэротическое путешествие понятно то есть человек должен сам желать этих процедур сам платить и понимать и такие люди которые долго не выздоравливают им когда говоришь вот тебе надо вот это у них почему-то каким-то образом есть свой план в голове как нужно вылечиться как будто они для постоянно и всю жизнь они эту проблему решали знаете любой человек вот вы посмотрите послушайте любого кто с ну какими-то серьезными хроническими заболеваниями или просто вот ну какие-то болеют то он точно знает как его надо лечить ну вот понимаете поэтому это очень такое двоякое все я не знаю вы там с эфира пишет женщина или чего это на ватсап сейчас не знаю я прикольно если это вы пишете вы скажите сколько мужу лет если вы мне пишите сейчас на ватсап про мужа добрый вечер триггерные боли справа в затылке самой кожи прям как бы справа затылка это это кожа вот вот здесь да это отсутствие радости с мужчиной это первое височная доля затылочная доля это примерно то что где-то есть манипуляции на которые вы поведетесь попадаетесь протрузии это подавленный гнев это приходите на сессию прооремся проплачьемся проплачетесь и потом вправлю возможно ну отпустит психосоматика левой руки это не принимает то что я делаю как женщина то есть это я либо конфликтую с какой-то женщина и либо я подавила в себе свою женщину то есть это тоже нужно смотреть уже более в частном порядке высокое давление подавленный гнев недоверие к миру претензионность к миру то есть не так с кировской я из города талды курган вообще ну как бы родом вот вообще родился в городе уштобе потом мы переехали но не до года мы переехали в талды курган в талды кургане прожил до 95 года потом уехал в алматы и здесь вот нахожусь уже вот с 95 года сколько уже 28 лет кошмар как долго я живу гемангиома печени но вообще печень сама по себе это обиды и гнев агрессия злость в основном обиды там шейно-воротниковая зона грыжа это человек который тащит чужие проблемы на себе уже бросьте нахер всех если вы всех пошлете в пеше эротическое путешествие то луна от этого на землю не упадет мир как-то справиться без вас не переживайте и без вашей помощи сильно горит макушка и щеки пылают может быть может быть вы только что занимались сексом я не знаю чего это все энергия так идет а если серьезно то скорее всего у вас избыток энергии идите потанцуете панкреатит и атеросклероз запомните это то до чего вы себя довели это неправильное питание отсутствие спорта идите к эндокринологу и слушайте его все это не любовь к себе если хотите там психосоматику мастопатия это подавленные женские ну как бы проявления да плохая мать плохая дочь плохая жена плохая сестра плохая там я не знаю кто в общем там надо копать женщину раскрыть грыжа позвонка это психосоматика в зависимости какой отдел киста в носовой пазухе скорее всего вы не не хотите как это когда нюх пропадает это когда ну это закрытие интуиции наверное где-то правая рука по это подавляю мужчину где-то это не прямая то что делаю с мужчиной возле сердца в грудь одна точка болит если нервничаю сердце сжимает это психосоматика хочу убрать это сердечные боли в том плане что это это душевная боль с которой нужно поработать прореветься грыжа в мошонке у ребенка идите лечитесь к урологу сходите найдите кинезиолога остеопата сначала да вам будут предлагать операцию но в общем пока не надо очень в общем походите сначала по не по хирургам а по ходить короче сходите к урологу или там кому хирургу он скажет вам нужно делать поясник ну этот варикоцители да это то идите потом после этого когда он скажет что ничего страшного и у вас есть время когда вас ваш мозг успокоится вы начинаете ходить по стеопатам кинезиологам по всяким целителям каким только шарлатанам не попадать я вас прошу то есть нужно попадать более менее грамотным людям я спрошу не надо там где вас в общем начните с кинезиологов и из этих остеопатов они найдут причину вот и может быть они смогут убрать но это на уровне такой рефлексии поэтому вот если не помогут если вы уже поймете что уже все либо вы делаете операцию либо у ребенка не будет детей там когда вырастет да то тогда делайте операцию но в начале попробуйте это решить через и стеопатов и кинезиологов не так думается поясница это короче агрессия подавлено гнев это подавлено сексуальность это подавлено агрессия часто мы смыть через пускание если это мужчина идите к урологу если это женщина идите гинекологу почему потому что если вы сравниваете себя с мужем то вы в туалет уходите чаще в два раза чем мужчин муж то это нормально но в любом случае сходите сначала туда вот почему потому что мочевой пузырь у женщины намного меньше чем в два раза меньше чем мужчины поэтому даже под по снипом строительным на этажах в офисах где-то должно быть женских туалетов в два раза больше чем мужских но один хрен очередь я сериалы смотрю крайне мой сериал который я очень не досмотрел там на третьем сезоне остановился мозг устал это мир дикого запада сериал в общем просто офигенный вот потом фоки пики блендерс посмотрел это вот острые козырьки такой тот психологический такого фантастика с психологии это вот мир дикого запада а фоки пики блендерс это короче про темные времена англии это после французской войны там в этот становление англии то есть упадническая этот этот бандитский фильм в общем постоянно присутствует летит электричество во первых попросите своих ангелов вас гармонизировать это делается вот так я имя прошу своего ангела меня гармонизировать это вся фигня пройдет просто у вас где-то поля раздражены раздражены отек твинки понятия не имею вообще аллергия это и астма это непринятие себя почитайте книжку эльвера вы не больны у вас жажда доктор батман хелич вы через месяц-два если вы будете выполнять рекомендации вы скажете мне огромное спасибо бессонница витамин d3 стресс депрессия психолог эндокринолог волка часто мочеспускание после стресса дочка заболела менингитом это у дочек часто мочеспускание это называется энурез да то есть если есть диагноз лучше называйте так как он есть так будет понятно энурез у детей возникает в том случае когда есть источник стресса это значит есть что-то чего она боится это этот источник стресса из ее жизни очень важно ликвидировать чаще всего это бывает в школе это бывает дома это может быть папа мама бабушка дедушка человек которого она боится то есть энурез это всегда страх перед кем-то. Поэтому источник страха очень важно ликвидировать. В смысле, не физически, а как-то, ну, даже можно физически, да, школу поменять или как-то. Но есть люди, которых ты не можешь устранить физически, но надо с этим человеком поговорить, если это мама или папа, или с собой надо поговорить. Вот. И после этого, ну, то есть, с ребенком нужна психотерапия, да, то есть, и потом это потихоньку-потихоньку пройдет. Если врачи бессильны, то это психосоматика точно. У мамы инурез. Я ничего. Ну, приходи тогда, что. Вот у мамы инурез, ну, у взрослого человека, когда, вы видите, хрен пойми, как вы пишете, а что же бесите. То есть, ну, можно же с вас, я что, этот, как будто клещ мне оттяну информацию, то есть, можно же полностью как-то описать? Когда у мамы, у женщины, короче, частое мочеиспускание, это бывает из-за того, что сбой почек, это по-любому идете сначала к гинекологу и там этому, как он называется, кто-то мочеполовую систему делает, да. И бывает из-за того, что у вас просто, ну, как бы, недержание мочи, да. Если недержание мочи, то совершенно другое. Недержание мочи, идете на вумбилдинг, имбилдинг там, начинаете качать просто вагинальные мышцы так, чтобы вы могли сломать карандаш, нахрен. И сексуальная жизнь, ваше качество, ну, как бы, увеличится. И вот это недержание пройдет. Просто мышцы тазового дня, дна почему-то у вас стали слабые. Их очень важно накачать. Это первое. Второе. Психосоматически это подавленная сексуальная энергия. Это тогда, когда, ну, в общем, этот. А можно никуда не ходить, просто чаще заниматься сексом. И все. Три раза в день, четыре раза в день. Зашоркать и все пройдет. Возможно пройдет, да. То есть, ну, такое-то. Это просто расслабленные мышцы тазового дна. Не, ну, а что, а то закинет вопрос, и я верчусь, как уж на сковородке, сам придумаю. Потом иногда раз еще докидывает информацию. Потихоньку, потихоньку так. Еще раз. Доктор Батман Хелидж. Вы не больны, у вас жажда. Прочтите книжку, кто с аллергиямицем спрашивает вопросы. Это прям доктор, ну, то есть, врач. Я вам сейчас скажу, вы скажете, он, блядь, гонит. Когда вы прочитаете книгу, вы поймете, что в это можно верить. Понимаете? Прочтите книжку. У него очень много, вы когда забьете. Сонный паралич. Сколько лет ребенку и приводите ко мне. Будет много слез и, ну, выходов обычно. Правая нога, не хочу идти с мужчиной, либо в бизнес. Псориаз, это высокое эго. Это тогда, когда, это знаете, псориаз. У псориаза и у алкоголиков примерно одно и то же. Это когда высокие амбиции на фоне заниженной самооценки. То есть, амбиции вот здесь, самооценка в жопе, да. И чем больше разрыв, то есть, он с завышенной самооценкой понимает, что он не может свое бытие изменить, и он себя за это ненавидит. Либо какой-то поступок, который человек совершает, он себя за это ненавидит, и опять же у него выходит псориаз. У меня вот псориаз вышел после январских событий, где-то через недели-две. Вот тут бляшка вылезла, и уши стали вот так облазить. Прям вот, ну, нейрогермит вот это, да. И я капец, я, наверное, ну, меня 3-4 прорабатывал, не мог. Потом пошел к учителю, и когда она со мной стала работать, я проревелся от того, оказывается, я ненавидел себя за свое бессилие, да. То есть, когда у нас вот этот контакт страшный творился здесь, туманистый, и я не чувствовал себе безопасности, я понимал, что если кто-то придет в мой дом, я не смогу защитить свою семью. Вот, и поэтому у меня был на этом фоне, ну, как бы, вот этот псориаз вышел. То есть, это нужно копать. Застой желчи – это жировой гепатоз. У меня вот был он год назад, жировой гепатоз. Вы если заметили, то я за год где-то скинул килограмм 15, мне кажется, ну, 14-15 килограмм. Вот, сейчас опять у меня какое-то сопротивление идет к этому бегу. Вот, потому что когда меня сбили, сбил с ритма, в общем, ситуация-то, вот, сбила. И поэтому я сейчас заново восстанавливаюсь. И вот, во-первых, застой желчи происходит тогда, когда у тебя неправильное питание – это раз. Отсутствие ходьбы – это два, то есть, малоподвижный образ жизни застаивает, то есть, печень заплывает жиром, и протоки забиваются этот. И очень важно изменить питание, очень важно пропить там препараты. Это идите к эндокринологу, он вам назначен. Там, урсосан, глюкофаж. То есть, это преддиабет. То есть, если вы лечиться не будете, у вас будет диабет. Поэтому это очень серьезно, это как бомба замедленного действия, поэтому к эндокринологу срочно и гастроэндокринолог, да, или гастроэндокринолог, ну, короче, идите к эндокринологу, она вас пошлет дальше. Хроническая анемия, если честно, я вот туда, в такие болезни я не особо разбираюсь, но это человеку важно поднимать жизненную энергию, да, то есть, это кундалини-йога, это танцы бачата какая-нибудь или что-то такое. То есть, нужно такие горячие какие-то профессии там, где тепло. То есть, возможно, смена местожительства, то есть, может, регион не помогает, да. То есть, нужно смотреть, ну, вот такое. Ну, патриотик, он болит или нет. Еще раз говорю, вы не больны, уважаешься, да, доктор Батман Хелиш, в три годика у человека аллергическая астма, скорее всего, ну, как бы уровень, ну, баланс, водный баланс нарушен у ребенка каким-то образом, и питание тоже на лаке, то есть, ну. Почему ребенок мальчик 16 лет часто пугается во сне? Ну, это тоже что-то вроде сонного паралича бывает. У него свои страхи, там этот тоже можете прийти. За два дня похоронила мужа, брата и отца. И мои соболезнования, это, в смысле, недавно произошло или, ну, уже 20 лет прошло? Бывают черные полосы как бы в жизни людей, да, и бывает зависть, может, вы слишком хорошо жили, и вас потом как-то бывают вот эти всякие проклятия, зависти и так далее, да. И они действительно существуют, и людей сбивают с ног. Поэтому очень важно периодически чиститься. Я похудел, я не могу поправиться. Ты хвастаешься или жалуешься, да, то есть, научись наслаждаться жизнью. Вот когда ты научишься кайфовать от жизни, у тебя вес нормализуется. То есть, толстые люди жрут, потому что им не хватает счастья, они в этом находят счастье. Худые люди, вот это сейчас мой прям инсайт. Худые люди не умеют наслаждаться жизнью, и поэтому худеют. Вот это вот булимии, там всякие вот эти, адрексии, когда встречаются, это люди, которые не могут кайфовать от того, что с ними происходит. Поэтому научитесь кайфовать от того, что имеешь сейчас, от того, что с тобой происходит. Весь день находите позитивный подтекст. Это недавно произошло, да. Если сегодня произошло, то как бы этот, как бы, если похороны уже прошли, просто отдохните, выберите себе момент, сколько вы будете страдать. Месяц, день, два, час. То есть, вы должны определить себе момент, где, сколько вы будете по ним страдать. Да, то есть, и когда вы поставите себе срок, то возьмите, ну, вообще, вот, можно делать вот так, закрыться в комнате или в квартире, да, поставить себе срок, там, допустим, там, два дня я страдаю, да. И страдать 48 часов прям вот, ну, на 100%. То есть, нужно прореветься, проораться, постоянно себе поднимать, поднимать. И если у тебя получится это вытащить все за два дня, вот, максимально, то на третий день у тебя придет успокоение. То есть, ты будешь, ну, вот, как бы, не то, чтобы ты не вспоминать не будешь, но тебе не будет такой сильной боли. Если ты сама пока, ну, не справляешься, и ты этого не делаешь, и там, тем более, там, слез не плачешь, то выбери время, сколько ты будешь ходить, ну, носить траур, да, там, допустим, год, там, я не знаю, сколько положено, полгода, полтора года, два года, вообще год в среднем, да. Вот, и через год потом приди на терапию. То есть, потому что делать терапию с человеком, который хочет страдать, бесполезно. То есть, тебе нужно прострадать, и потом придешь на терапию, мы с тобой поработаем. Вот, вот так примерно. Потому что вот эти смерти близких, они очень сильно сбивают и забирают очень большое количество энергии. Особенно тогда, когда ты не успел проститься, да, то есть, если в один день ты их похоронил, это что-то случилось, там, авария, не знаю, что-то случилось. Редко люди умирают, ну, каждый от своего, там, в разных этих, да. То есть, в мирное время это схлопывается обычно, ну, вот так. Вот, поэтому... Ну, вот выходы. И если это, ну, как... Ну, все, ну, все вроде ответил я. Если есть еще какие-то вопросы, задавай, но, по-моему, достаточно... Почему муж свалит детей, быт, на жену, а на кого? Что жена сама справляется, а он на работе с друзьями, с другими девушками? Я не знаю насчет девушек, но... Ну, давайте на него свесим быт еще и дом, бля, потому что ты дома работаешь, а он, сука, на работе отдыхает, да? Единственное, в чем ему лучше, в том, что у него есть общение. То есть, женщина, когда с детьми, у нее нет общения. Но это тоже миф, если честно. Есть Инстаграм, есть Ватсап, ты можешь встречаться, то есть, разговаривать с подругами. Есть мамские чаты, есть, блядь, чаты в ЖК, оказывается. Есть родственники чаты, да? То есть, ну, будь активна и найди себе время сама на свое общение, потому что каждый сам отвечает за свою жизнь. И тебя никак не спасет, что ты на мужа скинешь все и сама ни хрена делать не будешь. Тебе кажется, что тебе надо отдохнуть, на самом деле тебе нужно просто улучшить свою социальную жизнь. Ты все. А мужа, если он зарабатывает и тебя тянет в деньгах, просто перестань ему трахать мозг, пусть работает. Мне кажется, так всем дешевле. Если тебе не хватает мужика, там, блядь, что-то прикрутить, найми, блядь, электрик. Я вот всегда это говорю, да? То есть, вот розетка сломалась у женщины, она, вот, ты даже, блядь, не закрутишь. Мужик зарабатывает в день тысячу долларов, допустим, да, или там 200 баксов. И ты это делишь на час, сколько у него стоит час. И если у него час стоит, допустим, 20 тысяч деньги, да, там, а розетку прикрутить стоит 5 тысяч, то не трахай мужику мозг со своей розеткой. Вызови за его 5 тысяч чувака, который отремонтирует тебе розетку, и ты в наваре останешься 15 штук. Нежели чем мужчина, который, у него профессия совершенно другая, у него нет инструментов, он пойдет себе купить, сука, инструментов на 100 штук, чтобы починить гребаную розетку раз, сука, в 20 лет. Поэтому, и другое дело, когда тебе не хватает внимания, и это нужно проговаривать, правда, да, то есть, ты говоришь, мне там нужно твое внимание, давай там детей там куда-то, там, родителям, и пойдем отдохнем. Либо ты сидишь с детьми, я схожу там на шопинг, да, то есть, эти вещи проговариваются. А если ты сидишь и ждешь, когда он сам поймет, блядь, осознает, господи, моя жена дома сидит уже 2 недели и никуда не выходил, а, наверное, ей надо на шопинг. Фигу вам. Он до этой херни не додумается. Почему? Потому что мужики по природе своей больше эгоистичные. Если парень ничего не делает, в смысле, не трахает и не зарабатывает, нахер его из дома. Как начать доверять людям в последнее время? Понимаю, что у меня нет человека, с кем могу поговорить по душам. Потому что ты закрытый человек, и ты не можешь, ну, как бы, то, чего не хватает, создавай. Не хватает доверия, создай доверие. Значит, ты не умеешь создавать доверительные взаимоотношения. Спасибо за хороший ответ, дай Бог вам здоровья. Пожалуйста. Вот, поэтому выход из депрессии есть разный. Ты можешь погрузиться в социум, ты можешь, там, этот, но ты можешь прийти ко мне. Ты можешь, ты хочешь самостоятельно, начни с писем прощения. Если самостоятельно, бесплатно, и, как бы, это, письма прощения. Спасибо большое за информацию. Только зашла и столько интересного услышала. Пожалуйста. Игорь Красавчик, спасибо. Вот, то есть, ну, ну, ничего не радует, приходи. Пытаясь поддержать парня, он остался без работы, но при этом не ищет ничего. Потому что ты его кормишь. Вот же, вот эта вот дурацкая тема, женская, да? Я его поддерживаю, уже год, сука, я его кормлю, он что-то не работает. Он не пойдет на работу никогда. Я в Алма-Ате смогу принять еще завтра, и потом я улечу. А что, если проговариваю и тоже не работаю? Ты не создала для этого важность. Значит, ты не важна для себя и не важна поэтому ему. Подними свою важность, и тогда это будет работать. Выгорание, ну, смотри, это как вот это, знаешь, если ты оказался в яме, вот там в долговой яме, я не знаю, там в рабочей, там ты зарылся просто в оперативке и не можешь, да, там башка ломится. Единственное, что ты можешь сделать для начала, прекрати копать. Потому что с каждым разом ты зарываешься все глубже и глубже. Остановись. Хотя бы. Потому что странно, да, ты закапываешься, я не хочу находиться в яме, и ты ее сам себе копаешь, да? И ты этот грунт, еще большую лопату берешь, уяк туда все. И ты все глубже и глубже с каждым днем. Прекрати копать и посмотри, подумай потом, как оттуда вылазить. Остановись. Оглядись. Как я отношусь к методу расстановок? Я отношусь к методу расстановок положительно в том случае, если человека уже нет в живых. Это первое. Если мы расстановки делаем, допустим, на бизнес, да, то есть человек идентифицирует свой бизнес с чем-то, ну, допустим, да, вот он может представить. И мы начинаем выяснять взаимоотношения его с его бизнесом, с его бизнес-партнерами, если они далеко и нельзя поговорить. Вот. И потом мы на самом деле принимаем решения бизнесовые. Классно. Но если у тебя плохие взаимоотношения с мамой и делать расстановку с мамой, когда мама жива, блядь, и за стенкой, ну, и вы живете с ней в одном доме, мне кажется, полный бред. Почему? Потому что проще взять маму, поставить напротив, сесть и сказать, мама, давай мы решим наши с тобой, ну, конфликты. И любой человек, если он тебя любит и адекватный, он, как бы, поймет. Но чаще всего мы этого не можем сделать. Дочь с мамой живет в однокомнатной квартире. Мама думает, когда же ты, сука, уйдешь, там, замуж выйдешь, достала уже. Дочка думает, как я выгоню из дома, как я маму брошу и оставлю одну. А на самом деле вы оба сжираете время друг друга, да, и не создаете отношения с другими людьми. И тихо-тихо друг друга ненавидите за это, и при этом вы молчите. Но это же можно сесть и поговорить. Мама скажет, смоля дед, конечно, доча, иди выходи замуж, иди уходи. Этот, переезжай в другую страну, у меня тут есть дед под боком прикольный, да. То есть я хотела уже лет 15 с ним отношения создать, ждала, когда ты повзрослеешь и свалишь. Вот. Может же такое быть? Может. Это, ну, то есть, но если расстановки вот делают Кайны Авель, блядь, Пушкина зовут, да, ну, это уже хрень собачачья. Мне кажется, это за гранью добра и зла. Если хочешь позвать Пушкина, сядь, сука, и позови сам в это поиграть. Да, зачем людей в это втравливать, не знаю. 34 года жила счастливой жизнью. Короче, дорогая, ты с жиру начинаешь беситься, короче, все было хорошо, потом вдруг меня все это перестало устраивать, да. Это называется так. Появился молодой человек, возможно, на стороне или там, или отношения дома охладели с мужчиной, да. Но я, мне кажется, я его не люблю. И из-за того, что меня загрузили бытом до усрачки, я и хочу от этого всего убежать. И мне похер, люблю этого человека или нет, потому что меня достал быт. Это одно. То есть, это нужно взять все бросить, взять своего молодого, этого мужа, и свалить куда-нибудь в другую страну на месяца два. А пусть там все твои родственники, своими детьми, сами чпокаются весь этот период тоже, да. То есть, ты с мужем, а они там. Вот. Поэтому, ты прав насчет дедов. Конечно, я прав. Всегда этот, есть третья сторона. Вот. Либо, если есть человек на стороне, который тебе нравится, и у тебя это тоже там как-то взыграло, делаешь то же самое. Либо ты все бросаешь нахрен и с ним в пучину там этого всего. Либо ты прыгаешь у саджан эфир. Либо ты делаешь то же самое, берешь мужа и уезжаешь опять на два месяца, да. То есть, восстанавливаешь то, что есть. Потому что лучше сохранить то, что есть сейчас, чем пытаться выстроить взаимоотношения с мимолетными какими-то увлечениями. Честно, если. Почему? Потому что здесь уже все построено. А там тебе кажется, я бы построил по-другому. Кто тебе сказал, что ты в своей жизни можешь выстроить прямо сейчас, заново, с этим же партнером, да. Можешь, наверное. Просто нужно захотеть. Ну-ка, Динара саджан. Сейчас я посмотрю. С кем она там эфир делает? Чего меня не зовет? Динара вообще такая, она прикольная. Она прям пахарь. Ну-ка, Динара. А, короче, не знаю. У меня как-то, когда заблокировали, все исчезло что-то. Расценки лучше напишите в директ. В Алма-Ате я буду завтра еще приму, и потом уеду я в Чемкент. Потом я буду в Астане еще. В Чемкенте буду 10 дней, в Астане буду 10 дней. И потом только вернусь в Алмату где-то 26-го, по-моему. 28-го октября смогу принять в Алма-Ате. Если не завтра, то 28-го. Насчет цен лучше в директ пишите, потому что цены не хочу озвучить. Сразу предупреждаю, это ценник выше среднего по Алма-Ате. Ну, по Казахстану, если. А вот у нее. Кто такой? А, это с Сюцаем она делает? Что-то он изменился, у него лицо стало? Или это другой какой-то тип? Нет, вроде он. Он стал лучше выглядеть. Да. В Астане пока нет. В Астане будет мастер-класс такой, ну, вот, приватный. Он будет 18-го октября. В 46 уже не тот темп. Возможно ли вернуть, чтобы энергии было больше? Во-первых... Во-первых, в 46 лет... Вот смотрите, мне сейчас 44. Я где-то в 42 года понял, что, ну, короче, мне все капец мне. И я сейчас 2 года занимаюсь своим здоровьем, и я потихоньку-потихоньку восстанавливаю. Но в любом случае, я вам скажу, реакция не та. Ну, в том плане, что в 46 не будет, как в 20, наверное. То есть, это огромную работу надо с собой проделать для того, чтобы прям выставить себя, чтобы у тебя тело было такое, как в 20. Но в 40 точно ты становишься умнее. Сейчас ты, когда ты потратишь... Даже если ты восстановишься на 100%, да, ты не захочешь это терять. Ты будешь понимать, что у тебя тело, ну, не резиновое, да. И твоя задача будет удержать это состояние, когда ты восстановишь. Это первое. Второе, ты станешь умнее и не захочешь растрачиваться на всякую херню. Ты не захочешь, ты захочешь рационализировать свое время. Ты захочешь рационализировать свои какие-то траты энергетические. И я думаю, что это офигенное время для того, чтобы рационализировать свой бизнес. Даже сейчас я пытаюсь как-то... Вот я достаточно активен до сих пор в социальных сетях, но они у меня пока, во всяком случае, забирают меньше времени, чем было это два года назад, да. И при этом у меня Инстаграм стал лучше и красивее. Вот, то есть, в любом случае, нужно как-то рационализировать свое время. Это первое. Второе. Тело, да, то есть, витамины, спорт, питание обязательно. Это для того, чтобы потом не было хроники. Вот все. В Шимкенте будет этот... Я иду сам на тренинг к Некрасову. Вот. И поэтому я буду, скорее всего, 10 дней занят. Но если вы захотите прям жгучее желание есть попасть ко мне на сессию, то я могу принять в какой-то день, там, вечером, там, часов 8, там, или в 9, да, когда закончится все. Вот. Но вы должны будете приехать ко мне в санаторий. Добрый вечер. Есть ли определители выявления Мюма? Стареть боитесь? Стареть я не боюсь, но вот меня сильно торкнуло 42 года. 42, я понял, что ветер дует с другой стороны, да. И вот сейчас мне 44, я, в принципе, свой возраст, я уже принял, что мне будет 50-60 лет, но, в принципе, хер с ним, что теперь. Потом я точно понимаю, что потихоньку людей, ну, моих ровесников начинают выключать из розетки. Это, знаете, как из игры удаляют, как в матрице. Помните, вот это за головой чухать, а у тебя нету, да. Вот, очень много стало знакомых, друзей, кого, ну, просто выключили, кого не стало. И это, это заставляет задуматься. Почему? Потому что и придет, и наша борьба, я надеюсь, когда-нибудь со старческой немощью, да. То есть, именно со старческой, когда мы будем там 70-80 лет, и мы будем ходить в спортзал, и плавать уже не так, и мы уже не будем думать, а, что-то хер не стоит, ты будешь думать, лишь бы вообще самому проснуться, да. Почему друзья перестали быть друзьями в 33 года? Потому что у всех поиск духовности. Духовный путь развития, сейчас все ищут им не до дружбы. Ты хочешь насладиться теми отношениями, которые у вас были, но оставь всех своих друзей и найди себя. То есть, это 33 года, это путь духовности. Ты встаешь на путь духовности. Поэтому вставай, иди, ищи. На этом пути друзья не нужны. Каждый найдет свою дорогу из вас. Каждый найдет путь. Вот сегодня я к Женьке пошел на мероприятие. Мы с ним знакомы 2 часа. До этого мы час с ним разговаривали. Это было 8 или 10 лет назад. И сегодня я пришел к нему на мероприятие. И мы с ним разговаривали сегодня 20 минут, может быть, ну, может 10. И сказать, что мы плохо поговорили, мы охрененно пообщались. Сказать, что мне чего-то там не хватило, мне хватило. Я много понял. Я думаю, что он от нашей встречи, возможно, тоже что-то взял. Но я точно, как бы, свое, что мне нужно было, я считал, взял и пошел. Все. Вообще, вот это считывание людей, очень прикольная штука, потому что ты можешь знания забирать вот так. Ты подошел, шоп, и взял. И тебе не надо ничего объяснять. Ты как на флешку перенес, и у тебя это есть. Поэтому оффлайновые встречи, они намного сильнее и важнее, чем вот эти онлайн. У женщин начинается путь духовного развития, так же, как и у мужчин, в 33 года. Примерно. Расскажите, если можно, про переезд в Америку. В смысле, ты хочешь или что? Я не понял. Я же, ну, я могу сказать, как чувствуют себя мигранты, примерно, большая часть. Я могу сказать, как это сделать, примерно, да. То есть, могу дать направление, каким образом у тебя есть возможность переехать в Америку. Ну, но поделиться собственным опытом переезда я не могу. Потому что сам я этот опыт не переживал. Поэтому такое. Вообще, про Америку рассказать. Америка странная страна для меня, да. И вообще, там есть места такие, они суперстерильно чистые и суперстерильно засранные, да. То есть, даже Нью-Йорк есть. Если вы в центр города пойдете, там как на барахолке вечером у нас. То есть, срач, пакеты, все летает, воняет и, короче, непонятно. Я бы ходила на все ваши мероприятия, всегда интересно и дорого. Приходите. Вот. И поэтому сказать, что Америка хороша, нужно найти в Америке свое место. То есть, локацию там, где ты будешь. Там, в Калифорнии жить, во Флориде жить, там, в Техасе жить, в Нью-Джерси где-то ты будешь. То есть, в Нью-Йорке будешь, в Лос-Анджелесе ты будешь. То есть, нужно выбрать свой штат, город и улицу. Вот. Почему? Потому что ты можешь жить в Лос-Анджелесе и жить в полном говне. А можешь жить в Лос-Анджелесе и быть вот просто в чистоте. Поэтому, вот, Америка страна возможностей в том плане, что те финансовые результаты, которыми я шел в Казахстане, там, 10 лет, там ты идешь, ну, за 2 месяца. Это, ну, просто какой-то капец. Вот. Конечно, я могу, я, конечно, могу взять на себя, что я просто офигительно хорош, но я сейчас, знаете, похудел же, да, на 15 килограмм, и я понимаю, я вообще не понимаю, как на меня такого жирного люди шли, да. То есть, я сейчас полный, да, но вот год назад, какой я был, я вообще не понимаю, как на меня шли. Потому что я смотрю в записи на себя, и я думаю, какой же ты капец, да. Видимо, какую-то ценность я выдавал, да, там, но я понимаю, что я был немножко в стрессованном состоянии. Сейчас я тоже, но сейчас я, у меня стресса сильно меньше, чем было год назад. Вот. Америка – страна возможностей из-за вот этих кредитов. Там можно подать на банкротство, то есть частный человек. Там есть возможность игры с налогами. Но у нас с налогами вообще, ну, у нас их нету, да. У нас охрененное налогообложение в Казахстане. В среднем по стране у нас чисто везде. Если ты живешь в современном каком-то доме ЖК, там, Комфорт Плюс или чего-то еще, то ты живешь как бы в чистом дворе, ты живешь в хорошем окружении, да. То есть ты можешь, и при этом нету сильного классового разрыва, если, правда, ты, ну, не попадаешь прям совсем вот куда-то, да. То есть в среднем, вот, ты будешь идти по городу, сильно-то нет, ну, вот, у нас сильно нет, у нас нету бомжей так много, да. У нас нету грязи такой вот, то есть, ну, вот где-то. Вот это мне в Казахстане, мне очень сильно нравится, что Алмата, во всяком случае, стала очень чистой. Астана стала тоже очень чистым городом, поэтому мне сильно нравится в Казахстане. Единственное, что мне не нравится в Казахстане, это непредсказуемость нашей политики. Вот то, что хорошо в Америке, ты точно понимаешь, это вот сейчас вот так, и 20 лет пойдет, будет так же. В Казахстане это сейчас вот так, что будет завтра, хрен его знает, да. То есть, даже вот с этими, то есть, невозможно представить, чтобы в Америке были досрочные выборы. Вообще-то, ну, эту хрень придумали, ну, вот, на постсоветском пространстве. Потом сделали сейчас досрочные выборы. Сейчас немножко политики, я просто срался там в Фейсбуке по этому поводу, да, то есть, это первое. И мне говорят, ну, как бы, окей, досрочные выборы, ладно, мы привыкли. Мало того, теперь сделали, взяли три партии основные, которые помимо вот там, они взяли и все выдвинули одного кандидата, действующего президента. Это, блядь, что? Чем это отличается от обнуления Путина? Да, ну, вы могли просто сделать эфиренум, или вы могли просто еще раз назначить себя на семь лет, да. То есть, и это было бы дешевле, чем вот эти, ну, цирк вот этот устраивает. То есть, все равно есть страх, что не изберут, понимаете? То есть, даже за месяц, они боятся, что за месяц кто-то подготовится и стринит больше, чем ты. Какие-то жигули, блядь, участвуют, да, ну, то есть, в Америке такого не будет. В Америке может быть импичмент, но даже после импичмента будет всем примерно ясно, политика, ну, куда идет страна. У нас, куда мы пойдем, у ХЗ вообще. Это точно стресс, под правой лопаткой у вас колет. Вот, поэтому Америка приезжает своей стабильностью. Казахстан приколен своей непредсказуемостью. И она сейчас как служа марта станет. Я не хочу, чтобы она стала шигурить. Вот. Игорь, была у вас на личных сессиях, была приемлема, сейчас узнавала дорого. На мастер-класс приди. На мастер-класс приди, сейчас людей немного приходит. То есть, если вы из Астаны, придите вот в Астане. Если вы из Алматы, придите в Алмате. Вот, это, ну, это в два раза дешевле, чем мастер-класс. Сейчас на мастер-классы ходят там 5-6 человек, поэтому иногда трое приходят. В Астане бывает один человек приходит. И получается индивидуальные сессии практически. Но всегда есть возможность, да, то есть, я не закрываю полностью двери. Поэтому этот. Но, знаете, вот кто уже был у меня, да, то есть, если вы получаете эффект, вы должны финансово расти. Вот, то есть, вы себе в голову вбейте, потому что, представь, вот ты была у меня, допустим, 8 лет назад, там, допустим, за 5 тысяч тенге, да. И сейчас ты спрашиваешь, сколько ты, вот, и ты выросла в деньгах, допустим, в 10 раз, да, или там в 20 раз за 10 лет. И такая, сколько у вас сейчас стоит сессия, я такой, у тебя 5 тысяч тенге, ты придешь? Я очень сильно, бля, сомневаюсь. Понимаешь? То есть, мы же должны расти вместе с тобой. То есть, те клиенты приходят. Вот, знаете, у меня есть случаи, когда клиент приходил за 5 тысяч тенге, там, 8 лет назад, да, и приходит сейчас, там, за овердорого, да. И когда я ему цену говорю, он говорит, окей. То есть, я понимаю, что и я вырос, и он в этот период вырос. Вот, круто. Следующий мастер-класс в Астане будет 18 октября. Я сейчас в Алма-Ате, послезавтра улетаю в Шимкент. Поем шашлыка шимкентского, в панировочных сухарях они, оказывается, жарят его. Вот. Поэтому вот так, окей. В Актюбинск я пока не приезжаю, потом я тренинги, видите, я тренинги двухдневные я оставлю. Все равно они стоят около 1000 долларов, ну, почти. Вот. И я их оставлю. Но их буду делать, наверное, там, раз в квартал примерно. Вот. Чтобы, ну, народ как-то скопить, или раз в полгода, я не знаю, как получится собирать. Но будут тренинги доступные, там, на 50 человек, на 100 человек, на 200 человек. Мы планируем мастер-класс в Алма-Ате. Будет очень доступная цена, поэтому я еще об этом буду говорить. Вы увидите скоро рекламу. Вот. И в Инстаграме увидите. В общем, и я про это буду говорить, да. То есть, там будет, ну, цена, ну, прям, мне кажется, дешевле, блин, некуда. Вот дешевле, просто я уже начну, как государство, 7,20-25 оплачивать просто за каждый стул за вас, вместо вас, да, компенсировать. Вот. Но немножко подача материала изменится. Я сейчас походил по тренингам, по другим мастерам. Смотрю, как идет подача информации. Где сильнее, где не сильнее, где можно взять. Вы даже, если посмотрите на развитие моего Инстаграма, да, он стал, ну, скажите, во всяком случае, ярче стал, да. То есть, вы обратите внимание на свет. И капец заморочился на этом. То есть, до этого, смотрите, какие были. И то вон. Вот. И сейчас какой свет, цвета, смотрите, вот, да. То есть, ну, вы листаете мою страницу, поэтому многим, кто не обращает на это внимания, там, что там, фон, там, капец, там, три лампы стоит, там, такого цвета, такого цвета, ракурсы, блядь, разные, да. То есть, это вот прям, прям я заморочился. И я надеюсь, что это каким-то образом привлекает внимание. Во всяком случае, смотреть приятнее. Звук заморочился, но петлички поломались. Придется покупать, сука, самые дорогие петлички, я не знаю, из основной приеду, купим. Для того, чтобы звук был более объемный. Сейчас бы звук хороший. Но петлички, они что-то, это, стягают из-за того, что они китайские, видимо, или какие-то, ну, ненадежные у производителя. Теперь возьму производитель по-надежнее. Я из Талдыкургана, да. И есть еще вопрос про Марка Ефраимова тренинг. Ваше мнение было у него на тренингах. Про Марка Ефраимова я у него на тренинге не был. Единственное, что я понимаю, знаете, есть тренера, когда ты точно понимаешь, что тренер, сука, гений, да. Но ты почему-то, ну, не знаю, вот то, что я его в социальных сетях видел, да, я у него не был на тренинге сразу. Мое мнение, оно очень субъективное и такое. Я надеюсь на свою интуицию и как я его считываю. Он очень умный, точно. Он, как мне сказали, очень хороший методолог, да. И сказали люди такие очень умные и грамотные в психологии. То есть, это не лично мое мнение. Лично мое мнение про Ефраимова то, что у чувака, я не знаю, он сейчас справился или нет, но гордыня, по-моему, сука, перебор у него. И он корону не снимает вообще свою. Вот. И мне кажется, он очень сильно манипулирует окружениями людьми. И из-за этого какая-то фигня происходит всегда с организаторами у него. Мне так кажется, я не знаю. Потому что я сильно туда не погружался. Вот. И то, как он себя повел с блогерами, когда они летали на Мальдивы, мне кажется, он повел себя не сильно этично. Это было сильно не по-мужски. Хрен с ним с этой психологией. Это было сильно не по-мужски. Поэтому я бы к нему, наверное, в том состоянии, в котором он сейчас находится, и я в своем миропонимании, в котором сейчас нахожу я, я бы, наверное, не пошел. И поэтому я не пошел. Как все в точку. Совпало, да? Я просто, ну, я наблюдаю, да, прежде чем куда-то пойти, я наблюдаю за человеком, и я понимаю, ну, чтобы не было каких-то ожиданий. Я говорю, что я могу знания считывать, ну, вот так, на расстоянии и состояние ловить. Но мне показалось вот так. Но в чем мне толку? Знаете, вот я не люблю такие тренинги, когда ты пришел, понял, что тренер умный, а тебе как-то не зашло, да? А ты оттуда вынес только то, что ты тупой, а он умный. И мне кажется, это не совсем тренинг. Во всяком случае, не мой тренинг, да? В смысле, этот тренинг был, может, для его ума, но не для моего, да? Эго зашкаливает, мне кажется. То есть, на сегодняшнее состояние у него гордыня зашкаливает. Вот. Поэтому, не знаю, и сейчас колбасит всех, видите? То есть, я из своего, вот из колбасни выхожу только сейчас. И я думаю, что я выйду в полный, ну, то, что он еврей, ни о чем не говорит, но мне кажется, что для еврея он слишком тупо себя ведет. У меня есть друзья евреи, у меня есть, они очень грамотные и умные люди, и они, у них очень высокий эмоциональный интеллект, и они бы себя умны, ну, если бы у него не было такой гордыни, он бы себя так не повел. Что было на Мальдивах, я не знаю, опять же, меня не было, с канделябром я не стоял, но мне не понравился его пост после Мальдив, где он обосрал всех этих блогеров, типа, они пидорасы, а он один д'Артаньян, и что вообще они его не поняли, и там, но мне кажется, это же проблема спикера, а не их проблема, да? И он еще всех тегнул, они его капец разрекламировали на весь Казахстан, да? И он их взял, обосрал, сука, еще всех тегнул в один пол, ну, короче. И слава богу, у наших блогеров хватило ума, ну, в эту борьбу не втягаться, его просто проигнорили. И вот в этом плане наши казахи-блогеры проявили свой высокий эмоциональный интеллект, вообще круто. Вы только что зашли, что ли, я как мне, последние 15 минут пересказать? Сейчас вы втянетесь, подождите здесь, останетесь, можете свою... Почему часто вижу цифру 22? Потому что это, ну, говорят подсказки ангелов. Типа, идешь правильной дорогой. Это в моменты сомнений появляются подсказки. Я так понимаю, Лейла, я вас удовлетворил, да? То есть, Лейла же звали, кто бы пораздовал. Вот, поэтому гордыня, это одна, один из тех, для меня сейчас, сегодня, гордыня, это один из тех, таких, проверок, которые сейчас на Землю приходят, да? И самое интересное, что люди очень четко сейчас считывают людей, у кого эго. И мне в этом плане понравился Димаш Кудайбергенов, когда я был у него на концерте в этот раз. Слушайте, какой, ну, золотой мальчик, это просто, я не знаю, казахам просто неимоверно вообще нам всем повезло, что он родился, что мы с ним вообще в одной стране живем. Тоже так, как вы, все понятно объяснять. Тоже хочу умные вещи на равных, благодарю. Спасибо. Вот, и насколько, капец, вы прикольны, сразу видно на штатурганский. Спасибо. И насколько Димаш работает со своим эго, ну, меня это очень сильно поразило. И я был очень сильно удивлен, насколько, ну, я же сильно считываю, да? И я специально взял билет. Ты там спать хочешь, что ли, или что? Нет. Ты иди к себе ложись, я там везде выключу перед снявым господлягу. Не переживай. Окей. Плохо, почему? А? Плохо. Че тебе плохо? Не знаю. Тошнит или что? Да, по-моему. Ну, не тошнит, не вырывает, но он тошнит. Попей водички. Вот. И насколько Димаш с этим справляется, я не знаю, я бы, наверное, потек бы сразу. Во-первых, мы взяли супер фан-зону, мы простояли 5 часов вот на ногах. Я думал, у меня ноги просто отколются, когда я пошел, да? Мало того, все толкаются, но этот... Вот. И знаете, чем он меня поразил, Димаш? Вот он там спел песню, да? И вот так. Я не знаю, насколько это гены, но вы можете говорить, что все казахи такие, но не все казахи такие. Поэтому просто нам повезло, что он с нами. Ну, вот. Это очень сильно круто, да? То есть тоже свое эго сейчас не включайте. Сейчас просто дослушайте внимательно, потом будете писать комментарии, там я буду отвечать. Вот он, любой человек, ну, я не знаю, как он выдерживает вообще эту проверку, потому что он спел песню, шикарная песня, там все, там, я не знаю, там у девчонок оргазмы вокруг, да? То есть все тащатся. И он делает там вот так, и вот так там в зал, да? И вот так встает. И вот эта любовь неимоверная, я не знаю, там 20 тысяч человек, 30 тысяч человек было, да? Вот это, мы тебя любим. И вот эти посылы все в его сторону. Я очень четко считал энергию, которая заходит. И честно, если каждый раз, когда я это испытываю, когда я собираю большой зал, там, хотя бы на 100 человек, для меня это большой, там, на 200 человек, да? То есть у него, представьте, 20 тысяч. Я четко считываю вот эту вот энергию, которая, волна, которая идет на сцену. И фиг с ним, с Димашем. Я поплыл, я стою, я просто, ну, вообще просто кайф. Это я к тому, почему нужно брать первые места. И он, он знаете, что в этот момент делает? И я, и так получилось, у нас был контакт глаз, да? Ну, мне так показалось, да? И я на него смотрю, и он от удовольствия на все, ну, поплыл. Вот он поплыл прям. И я смотрю, я думаю, поплыл. Вот он. Что он будет делать? Знаете, что он сделал? Он встал на колени. Он встал на колени вот так, да? И прям просто вот поклонился. И там, thank you very much. We need peace, да? Там что-то туда-сюда. И он начал что-то проговаривать. И он вот просто вот поклонился и встал, да? И встал, и уже все. Вместо того, чтобы насладиться вот этой, вы просто не представляете, ну, это охрененная энергия. Вместо того, чтобы наполниться этим, он встал на колени. И он, когда поплыл, почувствовал, он встал на колени и просто поклонился всему залу. Это было сильно. Я не знаю, он услышит это, не услышит, но вы можете его все тегнуть здесь, там, да? Что это про него. Вот он просто крутой. Вот он просто крутой. Он выбрал свою дорогу, он идет, и идет, не сворачивая с нее. И сколько он сейчас, там, в свои, там, в 20 лишних лет, сколько проверок он получает, я сомневаюсь, что столько я проходил. Я такое не проходил. И в 20 лет такое пройти, я, честно, я не знаю. Я не знаю, как он это сделал, откуда у него столько мудрости вот этой, да? Это, ну, просто капец, короче. И он не выпендривается, да? Но, во всяком случае, он держится, да? Он старается не зазнаваться. Редко какой человек настолько справляется со своей гордыней, как Димаш. Честно вам говорю. Я вам, вот как психолог, который прошел, я видел, вот, огромное количество людей, порядка 20 тысяч человек через меня прошло. Это как его стадион прошел через меня. Один, а у него таких, по-моему, четыре раза в год, да? Димаш Кудайбергенов, вот. И он меня этим очень сильно-сильно поразил. Очень сильно поразил. Поэтому я думаю, что у него очень большое будущее. Его, у него очень большая миссия в этой жизни, да? И он, короче, я молюсь за него, чтобы он не сорвался. Я молюсь за него в том плане, чтобы он усмирил свою гордыню. Чтобы его не порвало изнутри. Потому что, знаете, вот вы говорите, там его семья ведет, там его там дед ведет, я так понял, продюсер. И даже в его риторике вот это вот есть какие-то анахронизмы, которые, ну, сейчас так не говорят. И мне кажется, что это может быть, это опять же мои какие-то иллюзии. Ну, это мое очень субъективное мнение о том, что его это даже где-то сдерживает. И возможно, возможно, да, родители, там дед с бабушкой, там не знаю кто, его сдерживают специально, его вот этот вот, его популярность вот эту для того, чтобы он не зазнался. И в этом плане Димаш очень сильно крутой. Я надеюсь, что когда он подойдет к другому, когда он будет старше, что ему башню не сорвет. Вот. Поэтому дай бог ему здоровья, сил, раскрыть его таланта, потому что он неисчерпаемый, он настолько глубокий, он настолько, он настолько божественный, наверное. Я не знаю, я вообще от него, от его творчества и вообще от его самого, от его поведения просто в восторге, если честно. Просто в восторге. Даже если бы он не был казахом, я бы все равно, мне кажется, его любил, потому что он прям реально талантливый. А тем более казах, ну по-любому. Вот. Короче, one love, Димаш, ты крутой. Вот. Поэтому учиться надо, знаете, мне часто жена говорит, если бы я с тобой не пошла, я бы этого не увидела, да. То есть учиться нужно у всего. То есть вы идете там к Димашу, учитесь у Димаша. Вы смотрите кино, учитесь у героя, да. Вот. И поэтому, тем более у таких звезд, почему я пошел вообще на него, потому что он гений. И он наш гений. И он божественный человек. Я пошел, чтобы взять частичку его энергии, почувствовать и его таланта и ума. И я точно понимаю, что меня он сделал лучше. У меня давно уже его песни там в плейлисте, в этом, в iTunes. Вот. Поэтому... Игорь, есть честные сделки со вселенной. А со вселенной будешь фигу за пазухой держать, тебе бошку сломят просто. Со вселенной нельзя шутить. Киргизы есть. Вот он, знаете... Я почему понял, что вот у него сильная вот эта речь такая немножко, как это, старая, что ли, не знаю как. У него понятие... Короче, вот это так очень странно выглядит, когда... Это как пятилетний мальчик, который рассуждает о космосе, да? Вот. И вот в 21 год говорить такие вещи, мне кажется, немножко может быть рановато, где-то непонятно. Но понятно, что он пересказывает взрослых, да? Поэтому... Такое. Но в любом случае, вот эта вот фраза, она... Я по ней понял. Так говорят казахи-старики, которые, да? Вот они говорят... Молодежь уже этого даже, наверное, не знает и не понимает, но... Он сказал такую фразу на концерте, что... Кыргыз... Как? Кыргыз? Намыс? Нет, Кыргыз... Как это пословица? Кыргыз... Короче, это старая... Вот не поговорка, это просто такое выражение казахское. А! Кыргыз казак был буртуган. Вот. И... То есть, кыргыз и казахи – один народ. И, скорее всего, ну, это правда, да, но... Такие фразы не проговорят... Ну, то есть, от молодежи не услышишь, кому там 30 лет, 25 лет, они так не разговаривают. Вот, Димашу 28. Ну, у него еще духовная зрелость впереди, и вот там еще... Кыргыз, казак, буртуган, да. И, если честно, я с кыргызами столкнулся только в Чикаго по-настоящему, и у меня от кыргызов только положительное мнение. То есть, я... Ну, это настолько открытый, добрый народ. Они настолько работящие, они настолько поддерживающие, да. И в Чикаго я был очень приятно удивлен, насколько люди, они относятся друг к другу, вот, ну, тепло. Все говорят так. Ну, пусть все говорят так. Значит, я хожу в других кругах, в моих кругах молодежь так не говорит. То есть, я это слышал от стариков, от взрослых людей, там 40+, кто этот, но я не слышал от молодых таких фраз. Если в вашем окружении все так говорят, пусть так говорят, я же делюсь своим мнением. У меня же свое окружение, как бы, поэтому... Вот, поэтому мое вообще вот мнение по поводу вот этих всех национальностей, там, не национальностей, уже пора делать... Все говорят, кто говорит на казахском, ну, я общаюсь с людьми, с казахсоязычными, и... Ну, я не слышал. Может, они стесняются меня, такие вещи не говорят, я не знаю. Вот, и... Уже пора стирать вот эти все... Мое мнение такое, что пора стирать... Отличия. Сейчас все эту фразу говорят, когда на них напали. Ну, возможно. Вот, и... Надо стирать национальные отличия, еще какие-то этнические отличия, в том плане, что... Уже нужно прекращать заострять на это внимание, потому что все вот эти отличия, все эти сравнения, ведут к тому... Ведут, приводят к войнам. Помимо, там, деменции у старых людей, помимо каких-то алчных вещей, вот это сравнение, которое мы даем, оценочное суждение свое, о каком-то народе, о нации, там, и так далее, когда мы начинаем разделять, вот это же приводит к войне. Когда мы разделяем, когда мы понимаем, что мы другие, они такие, вот это, да. И когда вот эта сама фраза, кыргыз, казак, буртуган, я считаю, что это для того, чтобы между кыргызами и казахами не было войны. И это что-то вроде фразы, типа, русские, украинские, братские народы до этого были, да, и как бы про это постоянно говорилось, и вдруг война, да. То есть, и очень важно, чтобы люди понимали, что мы все едины. На самом деле, по большому счету, национальности не существует. И вы поймете, когда вы поедете в Дубай, когда вы поедете в Нью-Йорк, да, там, плевать вообще, откуда ты, кто ты, самое главное, что ты из себя представляешь. В Казахстане, как в Америке национальной, чего? Вот, поэтому, вот так я. Я не знаю, зачем я туда завелся, но, в общем, вот так. Мне понравились концерты, когда подпевали за ним Алимдеб Либболсон. Переводится, чтобы в мире было детство. Пусть будет глубже, и я вот эту фразу никогда не пойму, потому что я не истинный казах. Возможно. Я согласен, но просто я делюсь, как бы, мнением своим. Потому что, знаете, вот это вот, если честно, тоже нужно убирать немного, да, там, то есть, чтобы это понять, надо быть там, типа, этот. Я понимаю, что надо быть уникальным, чтобы это все понять, но прекратите различать людей. Прекратите искать отличия. И, если честно, вот с этими всеми я соцсети смотрю и иногда читаю, что говорят, там, в Казахстане, что говорят, там, этот. Мы очень болезненно все относимся, ну, каким-то, мы даже находим какую-то агрессию в словах, в которой нет агрессии. Даже если вы поймете, ну, некоторые даже вот так, типа, когда понимают, что в этом нет агрессии, и человек не несет никакой опасности, и я абсолютно открытый с вами, и никого не оскорбляю, никого не ругаю, да, и вы все равно говорите, вам это не понять, это все глубже. Ну, пусть так. Но, по мне, очень важно находить точки соприкосновения там, где, ну, где это возможно. То есть, людям нужно дать шанс быть ближе к вам, быть ближе к себе. И тогда вот эта связь, она будет сильнее. Вы похорошели, помолодели, большое спасибо. Это минус 15 килограмм. Есть только один язык, это язык сердца, есть только одна религия, это религия любви. Есть только одна раса, это раса человечества. Ну, вот. Вот, поэтому, какой вы спокойный человек. Вот я вижу агрессию в словах, а вы нормально относитесь, надо учиться быть, как вы. Забудьте все нормально. Нет, я в том плане, что я сейчас спокойней стал, правда, да, то есть, я год уже занимаюсь своим телом, там, я что-то пью постоянно, я что-то куда-то бегу. Я плаваю, я хожу в бане, да, то есть, это, я выгнал желчь свою из печени, да, у меня был жировой гепатоз год назад, я его вылечил. То есть, его нету сейчас. На концерте он заплакал после того, как спел песню One Sky of the World. И как там эта песня как-то называется? Ну, он молодец, я сам там, ну, я постоянно, я когда его слушаю, я плачу, правда, да, то есть, он прям играет на сторонах твоей души, он крутой. Вот, и он, он, он круто молодец. И таких людей нету, как он. Вообще, на самом деле, да, это, знаете, почему нам он нравится, да, он проявил свой талант, он раскрыл свою душу. То есть, он с тем, с тем, с той задачей, с которой его отправил Бог на землю, он ее раскрыл. И, и нам всегда приятно наблюдать за такими людьми, Димаш, потому что мы хотели бы того же. То есть, мы хотели бы раскрыться так же. Жировой гипотоз лечится у эндокринолога. Вот, и поэтому мы из-за этого тянемся к людям, которые нашли себя. Когда мы находим себя, мы тянемся к людям, которые свой талант, который они нашли, проявили более ярко. И я вам больше скажу, что каждый человек, когда найдет себя, он будет, может стать, пример, плюс или минус, такого же уровня, как Димаш. В своей сфере. Любой. И неталантливых людей не бывает. Бывают люди, которые не нашли свой талант. Или не раскрыли свой талант. И от этого страдают. Поэтому я всегда говорю, когда ты не нашел свой талант, или не поделился своим талантом с миром. Бывают люди, которые нашли свой талант и сидят, они ничего не делают. Они хорошо рисуют, но они не продают картины, они не выставляются. Если честно, это воровство у этого мира. Ты воруешь у этого мира. Вот представьте, если Димаш завтра выйдет и скажет, я больше петь не буду. Все, я напился, денег не хватает. Всем спасибо, до свидания. Это же воровство. У нас же у всех будет ощущение, как будто он себя у нас украл. И люди, которые непроявленные, мы воруем у мира себя. Спасибо за эфир, каждое слово ваше цена. Спасибо. Вы питание своими, я и питание поменял. Вообще, ваше ровесное, лицо без отечественное, чисто женский вопрос. Я менял питание, я пил препараты определенное время, и я сейчас хожу или бегаю. Круто сказано. Спасибо. Это не новая фраза, ну, я думаю, что этот, но это да, это вот так. И чтобы, для того, чтобы не быть вором, в общем, раскрывайся, раскрывайте свои таланты. Все люди неимоверно талантливые, любой, у любого есть талант. Просто кто-то ленивая жопа, или кто-то слишком сильно боится, или просто у кого-то нет дисциплины. Вот и все. Вот и все. Проявись. Я умею продавать, мне нужно продавать. Но если ты умеешь круто продавать, ты можешь продать любого. Продай меня. Потому что собери мне стадион. Да, то есть, заработай денег, подари меня миру. Примерно так. То есть, с продажами все легко. Всегда что-то надо, хочется замедлиться. Как быть, с нами живет брат мужа, его семья в другом городе. Он тут по работе долго. Мне раздражает то, что он живет с нами, взрослый мужчина. Но я не показываю. Но мужа говорила. Ничего надо сказать, чтобы съехал. Я вообще вот этого не понимаю, если честно, когда приезжают. О, давайте его с продажами. То есть, очень важно, чтобы люди... А вот человеку не получается с продажами. Меня, да, у вас будет шанс. Напишите, я вам скажу, что делать. Ну, и... Вот. И... Мое понимание, что взрослый человек должен сам... Ну, это опять же ментальное различие, да. Сейчас мы опять начнем. У нас так принято. Так было принято в ауле и 40, и 50 лет назад, или 100 лет назад, да. Когда все жили там, я не знаю, негде было жить. Сегодня есть гостиница. Сегодня можно снять квартиру. Встал, уехал взрослый человек. Все. Никому не должен, никого не напрягаешь. Даже клиенты уходят от меня. Клиенты уходят, знаете, когда... Когда у тебя есть... Когда по их пониманию у них есть внутреннее несоответствие того, что они получили, с тем, сколько они заплатили тебе. Поэтому ценник есть такой отсев, да, людей. Первое. Второе. Чтобы клиенты уходили довольны и еще опять тебе приводили людей, они должны на 1 доллар полезности получить полезности на 3 доллара. Тогда они будут тебе приводить еще людей. Ты можешь не уметь продавать, вообще пофиг. Это все. Всем все нужно продать. Вообще не вижу сны, это нормально. Вот. Друзья, я не знаю, сколько мы в эфире. По-моему, по ощущениям часа полтора, да? Я этот эфир сохраню. Я надеюсь, что он сохранится. И мы увидимся с вами вновь чуть-чуть, наверное, на днях. Я не знаю, может, я в Чемкенте пропаду, но потом я где-то появлюсь. С эфирами там, со своими мукбангами. Насчет игромании там или что, воспитания детей, посмотрите, у меня на YouTube-канале есть вот эти мукбанги сейчас, да? То есть, где я кушаю и что-то рассказываю. Байки психолога можете забить, и там выйдет. Вообще, давайте забью вместе. Байки психолога. Байки психолога. Вообще, я хочу, знаете, надо, мне кажется, молиться за мир. А вот, один, три, да. Выходят байки психолога. Забьете, я первый выхожу. Вот. Вот, байки психолога. Прошлой жизни, правда ли миф. А, вот, нужен ли психологу психолог, это тоже вот здесь есть видео. Байки психолога. Мигромания, что со всем этим делать. Короче, видите, уже просто видео не залетают. Уже надо что-нибудь сожрать, да, чтобы ваше внимание удержать. Поэтому я уже жру на камеру и рассказываю. В октаву, когда не знаю, лучше приезжать в Астану. Потому что, ну, индивидуальная сессия или там тренинг уже стоит так, что билет в цене, мне кажется, он как-то не сильно сыграет. Сон, не знаю я. Я в сновидении туда-сюда, вот эти разгадывания, я туда не заходил никогда. Мне это не интересно, потому что, мне кажется, я мужчина. И даже карты, я вот поигрался, и пока, ну, еще потом посмотрим, может, еще будут. Но, мне кажется, ну, я когда понял, как работают карты метафорические, ну, мне стало смешно немного. Но с ними можно. Иногда прям есть люди, которым прям надо сильно это. Вот, сны – это подсознание, да, то есть из подсознания чего-то вытаскивается. Это можно как-то интерпретировать как карты метафорические. Ну, с этим можно поработать, да. Это нужно на что-то переложить. То есть ты берешь свой сон, берешь ту ситуацию в жизни, которая у тебя беспокоит, и начинаешь просто ее накладывать, ту ситуацию на свою, ну, ситуацию, свой сон накладывать на жизненную ситуацию. И смотреть, что, ну, примерно можно даже как-то предсказать какие-то вещи. Так что, друзья, всем большое спасибо. Пока-пока, спокойной ночи, еще увидимся. Благодарности можете писать прям под постом. Сейчас я опубликую это видео, и внизу напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы это видео поднялось в просмотрах, ладно? И поделитесь, если сможете. Плюс 80 очков к арме. Я вам прям лучики тепла отправлю для того, чтобы вам стало хорошо. Все, давайте, всем пока. Спасибо большое. Жду комментариев под этим видео попозже чуть-чуть. Ну, в смысле, как оно загрузится. Потратьте, пожалуйста, 2 секунды для того, чтобы это сделать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok